Добрый вечер, 21.00 в столице Украины. Это время актуальных новостей дня сегодняшнего в проекте «Наше время». Мы будем говорить сегодня о таком. Добрый вечер, 21.00 в столице Украины. Обороны продолжают демонтировать передовые линии обороны «Хамас» на севере Газы и брать под контроль центральные районы. Новые санкции и падение рубля. К чему готовятся россиянам после очередных ограничений? Воздушные суда ломаются прямо в воздухе. Системы навигации выходят из строя. А топливо загадочным образом заканчивается во время полета. Что происходит с гражданской авиацией России? Министр обороны Нидерландов Кайса Олнгрен снова приехала в Киев с визитом и встретилась с Владимиром Зеленским. Президент Украины поблагодарил за роль Нидерландов в создании коалиции Ф-16 и передачу других важных видов вооружения. Помимо этого Зеленский рассказал Олнгрен о ситуации на фронте, а позже вручил ей орден князя Ярослава Мудрого третьей степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины. У вас есть наша полная поддержка. Ее невозможно отозвать, независимо от того, что будет дальше. Разные вещи могут произойти в мире, как сейчас мы наблюдаем за Ближним Востоком. Но ничего не изменит нашу решимость поддерживать вашу страну. Кипр также присоединился к переговорам о гарантиях безопасности для Украины на основе Вильнюсской декларации стран J7. Это уже 30-е государство, поддерживающее такую инициативу, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил благодарность Кипру и своему кипрскому коллеге Никусу Христадулидесу и заявил, что страны продолжат вместе укреплять европейскую безопасность и углублять двустороннее сотрудничество. В Берлине состоялась конференция по расширению Европейского Союза, на которую прибыли руководители и представители МИД всех государств-членов Евросоюза, а также государства всех государств-кандидатов. В частности, на встрече выступила глава МИД в Германии Аналена Бербак. Она заявила, что люди в странах-кандидатах должны пользоваться преимуществами Европейского Союза еще до того, как их государства официально станут членами Союза. А страны-кандидаты не должны годами сидеть в зале ожидания. Также Бербак намекнула, что положительное на положительное решение относительно движения Украины в Евросоюз от лидеров Европейского Союза на саммите, который состоится в декабре. И заверила, что понимает, насколько сложным является процесс движения в Европейский Союз для воюющей Украины. Теперь мы достигли консенсуса в ЕС о том, что мы должны расширить наш Союз. Это геополитическое последствие агрессивной войны России против Украины. Расширенный ЕС станет сильнее. Мы должны сделать то, на что долго не решались, пересмотреть методы работы нашего Союза. Если количество стран-членов ЕС вырастет почти на треть, нашему сообществу нужна прочная структура снизу доверху. Также на конференции по расширению ЕС выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал Европейский Союз найти баланс между процессом реформирования Европейского Союза и продолжением расширения, чтобы реформа Евросоюза не тормозила вступление новых членов. Кулеба заявил, что главная позиция, которую он привез из Киева, это то, что реформа ЕС не должна взять процесс расширения в заложники. Также глава украинского МИД подчеркнул, что Украина способна выполнить реформы для соответствия критериям членства быстрее, чем Европейский Союз проведет свои внутренние реформы. Реформа ЕС не должна брать в заложники процесс расширения, и мы должны найти правильный баланс между процессом реформирования Европейского Союза и продолжением расширения. Я думаю, что мы можем провести наши реформы, необходимые для соответствия критериям вступления, быстрее, чем ЕС реформирует себя, учитывая, что реформа потребует согласия всех государств-членов. Таким образом, ключевым моментом является то, что расширение должно быть основано на заслугах. Нужно уважать темп и динамику каждой конкретной страны, и присоединение не должно откладываться или задерживаться из-за реформы. С Украиной ЕС станет сильнее. Это президент Украины обсудил с главой Европейского Совета во время телефонных переговоров. Владимир Зеленский и Шарль Мишель обговорили выполнение Украиной рекомендаций ЕС для начала переговоров о вступлении в блок, сообщил президент Украины в своем обращении. Разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Наш прогресс в движении в Евросоюз. Решение, которое ожидаем в этом году по поводу начала переговоров по членству. Это решение будет весомым, очень символическим шагом, который отображает, как много Украина достигла. Обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке, угрозы эскалации, трагического сценария. Важно защитить как можно больше жизней. Пригласил Шарля, господина президента, посетить Украину. Уважаем говорить о ситуации на Ближнем Востоке. Инженерные войска армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей Хамас в тех районах сектора Газа, куда уже вошли войска Цахал. Израильские СМИ сообщают, что военные используют различные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить тоннели, взорвать мины-ловушки, установленные боевиками Хамас, и убить террористов. Более сотни тоннелей уже разрушены, не считая тех, которые были разбомблены в результате авиаударов. Возможно, сначала они могли беспокоить нас, жалить, обстреливая с выходов из туннелей. Но после того, как мы установили контроль над территориями, началась инженерная операция. Мы собираемся завалить входы и туннели. Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку. Они выбрали место, из которого не смогут сбежать. Они погибнут в туннелях. Из заявления старшего офицера Южного командования Израиля. Ранее представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Цахалм прорвал передовую линию обороны Хамас на севере сектора Газа. По его словам, наземная операция продвигается по плану. Также одна из главных целей – освободить заложников. Силы обороны продолжают демонтировать передовые линии обороны Хамас на севере Газа и брать под контроль центральные районы. Мы продолжаем активизировать нашу деятельность и продвигаться в соответствии с планом и целями, которые мы поставили. На данный момент уведомлены 242 семьи 242 заложников. Повторяю, 242 заложника. Мы привержены национальной задачи по возвращению их всех домой. Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Израиль, чтобы выразить солидарность с борьбой против Хамас, сообщает спикер Госдепа Мэтью Миллер. По его словам, Блинкен встретится с премьер-министром Израиля Пениамином Нетаньяху и другими высокопоставленными должностными лицами. И получит новую информацию о военных целях Израиля и его планах по достижению этих целей, а также дальнейшим действием в случае поражения Хамас. Также Блинкен будет говорить о необходимости минимизации жертв среди гражданского населения. Тем временем в Германии официально запретили деятельность Хамас. После того, как канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете деятельности Хамас в стране, министр внутренних дел Нэнси Фезер официально ввела запрет в действие. Такое решение было принято на фоне того, что представители Хамас в Германии праздновали нападение боевиков на Израиль 7 октября, раздавая сладости. «Антисемитизму нет места в Германии. Мы будем бороться с ним во всех формах и всеми конституционными средствами государства», — подчеркнула глава МВД страны. Китай и Соединенные Штаты проведут переговоры о контроле над ядерным оружием. На следующей неделе это будут первые подобные переговоры за последние шесть лет, пишет Wall Street Journal. По данным СМИ, дискуссия будет направлена на то, чтобы избежать гонки вооружений между США, Китаем и Россией, но не является началом официальных переговоров об ограничении ядерного оружия. Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций в отношении России. Под ограничения попали банки, разработчики клонцетов и члены правительства Российской Федерации. В целом же более 30 физических и почти 200 юридических лиц. В частности, под санкции попала Санкт-Петербургская биржа, крупнейшая площадка в Российской Федерации для торговли иностранными бумагами, после чего торги временно приостановили. Акции биржи после сообщения о санкциях упали на более чем 20%. Также в санкционный список США попали российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет», Московский государственный технический университет имени Баумана, несколько банков и компаний военно-промышленного комплекса Российской Федерации. А вот авто с российской регистрации должны покинуть территорию Латвии уже до 14 февраля 2024 года. Сейм Латвии проголосовал об окончательном чтении закона о дорожном движении, в котором и прописана эта норма. Нововведения предусматривают, что владелец авто, зарегистрированного в России, должен его перерегистрировать в Латвии или вывезти транспортное средство с территории страны не позднее 14 февраля. После этой даты машинам с российскими номерами можно будет ездить по дорогам Латвии только транзитом. На въезд и выезд из страны закон дает россиянам не более 24 часов. В ином же случае машины будут изымать, а конфискованные автомобили планируют передавать Украине. Россия в свою очередь запретила западным компаниям, продающим свои российские активы, выводить вырученные средства в долларах и евро. Страна ввела дополнительные меры валютного контроля де-факто в попытке поддержать слабеющий рубль, пишет издание The Financial Times. Теперь компании, выходящие из России, должны согласовывать цену продажи в рублях. По данным СМИ, если продавцы настаивают на получении иностранной валюты, то сталкиваются с задержками и даже потерями в отношении сумм, которые могут перевезти за рубеж. Авиаинциденты в России с незапланированной посадкой или прибытием в другой аэропорт случаются все чаще. Несколько сразу произошло буквально вот в последние дни. Воздушные суда ломаются прямо в воздухе, системы навигации выходят из строя на ходу, а топливо загадочным образом заканчивается во время полета. О том, что на самом деле происходит с гражданской авиацией России, далее в нашем сюжете. Три пересадки почти 50 часов пути. Чтобы добраться до Читы, пассажирам из Владивостока 18 октября пришлось потратить двое суток. А все потому, что два их лайнера сломались, причем один из них прямо в воздухе. И таких случаев становится все больше. Что-то из-за страны, что-то из-за разгильдяйства, что-то из-за недоученности. То есть это тоже цепочка всех событий. И поэтому, когда наши чиновники заявляют, что нам хватит самолетов на 5-7 лет, вот этих вот импортных, да, мне всегда смешно их слушать, потому что никто не знает. Вот раз и самолета нет, он уже в поле пшеничном. Раз и самолета нет, он уже в кукурузе валяется. Пшеница оказался в сентябре самолета уральских авиалиний. Из-за отказа гидросистемы он ушел на запасной аэродром в Новосибирск, но до него так и не долетел. На борту рейса Сочи-Омск было 170 человек. Это пассажиры, среди которых 23 ребенка. Позже стало известно, для долета до аэропорта у самолета просто не хватило бы топлива. На российском телевидении события назвали пшеничным чудом. Ведь решение экипажа не долетать оставшиеся 180 километров до Омска предотвратило настоящую трагедию. Обошлось без погибших. Вы знаете, то уральские авиалинии улетают в кукурузу, потому что не может летчик летать. Эти улетают в пшеничное поле, потому что не могут считать. Надо формировать экипажи, видимо, уральским авиалиниям, чтобы один умел летать, а другой умел считать. И тогда у них таких проблем не будет. По словам экспертов, в случае с экстренной посадкой в Новосибирске сыграла роль экономическая составляющая. У экипажа есть рекомендация лететь в случае неисправности туда, где имеется технический состав. В Омске такого не было. Экипаж рискнул долететь до Новосибирска. Идея, очевидно, провалилась. Таким образом, риску подверглись 170 человек. 12 октября сразу пять бортов подали в воздухе сигнал бедствия. Сбой случился в системе отслеживания навигации. 20 октября самолет рейса «Москва-Томск» вынужденно сел в Новосибирске, потому что у него отказал двигатель. Подобные случаи фиксируются буквально каждую неделю. Помимо разгильдяйства, как выражаются специалисты, свою роль играют и международные санкции, утверждают авиаэксперты. Они влияют на трудности с поставками запчастей. Если раньше импорт организовывался максимум за неделю, то теперь нельзя назвать даже точные сроки. Новая логистика провоцирует перерасходы. Доставка происходит через третьи страны, а прийти нужная запчасть может и через полгода. В Финляндии судебные приставы провели обыски на острове Котасаари, принадлежащем российскому миллиардеру Игорю Кисаеву, сообщают финские СМИ. Судебные приставы утверждают, что искали имущество, подлежащее аресту, а также следственные материалы. Остальные подробности засекречены. По данным СМИ, Кисаев купил остров в 2020 году за 744 тысячи долларов, воспользовавшись золотым паспортом Кипра, полученным за инвестиции. Площадь всей, расположенной на острове собственности Кисаева, составляет более 20 гектаров. Среди прочего, она включает и вертолетную площадку. Комплекс радиоэлектронной борьбы «Пиранья» украинской разработки успешно прошел полевые испытания и готов к серийному производству. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, это уникальный комплекс РЭП, который помогает эффективнее защищать бронетехнику и личный состав от российских дронов. Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы, коптер или дрон Камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат, БПЛА или зависает в воздухе и совершает аварийную посадку. Или же бесконтрольно падает. Норвегия договорилась с производителем ЗРК «Насенс» о модернизации ракетного комплекса. Союзники передали первые «Насенс» Украине еще в ноябре 2022 года. Теперь правительство Норвегии планирует усовершенствовать зенитно-ракетный комплекс с учетом современных вызовов. Украина совместно с Соединенными Штатами также модернизирует системы ПВО. Издание The New York Times сообщает, что уже осенью 2023 года появятся первые гибридные системы, сочетающие американские и советские компоненты. Детальнее в материале. Зенитно-ракетный комплекс «Насенс» поставили Украине в ноябре 2022 года. ЗРК интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины и эффективно защищает украинское небо. Как заявлял спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, норвежский комплекс сбивает фактически 100% крылатых ракет. Именно «Насенс» выбрали США для защиты Вашингтона. Однако страна-производитель решила модернизировать зенитно-ракетный комплекс с учетом потенциальных угроз в будущем. Нам необходимо укреплять и далее расширять противовоздушную оборону, чтобы лучше защищать гражданские и военные объекты от угроз с воздуха. Война в Украине продемонстрировала, насколько важна противовоздушная оборона на войне. Соглашение о сотрудничестве с норвежской компанией «Конгсберг» и американской компанией «Рейтеон» закладывает основу для дальнейшего развития проверенной в боях системы противовоздушной обороны «Насенс» против будущих угроз. Бьерна Рильдграмм, министр обороны Норвегии. И сообщение на сайте правительства Норвегии. The New York Times пишет, что в последние несколько месяцев на военных базах США в рамках программы «Фрэнк и Сэм» опробовали три варианта комбинированных систем ПВО, в которых западное вооружение сочетается с советскими компонентами, все еще используемыми в Украине. Среди них советская установка «Бук», которая стреляет американскими ракетами «Сисперл», а также наземная установка, являющаяся гибридом радаров советской эпохи, и сверхзвуковых авиационных ракет «Сайдвиндер». Такая адаптация советского оружия с более современными западными ракетами — это хороший способ помочь Украине сохранить свой арсенал для предстоящей долгой войны. Это также дает возможность применить на практике оружие, которое пылится на складах стран НАТО. Кан Касапоглу. Аналитик по вопросам обороны Института Хадсона. В комментарии изданию The New York Times. Модернизировать можно и трофейную технику. Этим в том числе занимается Центр исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ. Варианты использования этого оборудования в коллаборации с нашими западными партнерами дает нам возможность использовать в том числе и западные технологии в рамках адаптации этого оборудования, техники вооружения, которые мы получаем в качестве трофея в ходе ведения боевых действий. И, безусловно, чем больше таких возможностей, тем более оптимальный получается финальный продукт таких коллабораций. И это позволяет всем участникам этого процесса получать желаемое. Трофейной российской техники у Украины хватает. В этом смысле Россия конкурирует с западными странами, поставляющими Украине оружие. Иронизирует начальник информационно-аналитического отдела Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Александр Заруба. В сентябре 2023 года заместитель командующего сил логистики ВСУ Сергей Артамощенко заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинская армия захватила 837 единиц российской техники. 95% трофеев в рабочем состоянии. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает немецкое правительство на своем сайте. В пакет, среди прочего, вошли радары для зенитно-ракетных комплексов, бронетранспортеры, грузовики, тягачи, дроны и терминалы для спутниковой связи. Германия также готовит к передаче 25 танков «Леопард», которые профинансированы в рамках совместного проекта с Данией. В Джанкой во временно оккупированном Крыму массово прибывают российские мобилизованные. Большинство из них среднего возраста и многие представители нацменьшинств, в частности буряты, якуты, уйгуры, сообщает партизанское движение «Атэш». Специальный транспорт отвозят мобилизованных в военный городок у аэродрома. Территория вокзала в Джанкой окружена, чтобы никто из прибывших не скрылся. А гражданским проход на вокзал запрещен. Ну и подробнее о ситуации на поле боя в Украине далее в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. На Купинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Клещиевки, Андреевки, Певденного, Старомайорского, Северного и Тоненького Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки. Под Авдеевкой количество штурмов несколько уменьшилось, но противник продолжает попытки окружить Авдеевку. Продолжаются бои вблизи Авдеевского террикона. С закрытых позиций работают танки, небольшие группы пехоты идут вперед. Противник пытается помешать нам перехватить инициативу. Он собирается с силами, перегруппировывается, возможно, в ближайшее время попытается пустить вперед еще одну волну. Александр Штупон, спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления. В эфире марафона Едыни Новыны. Для оттачивания боевых умений большое количество украинских военнослужащих сейчас проходит обучение за границей, в том числе бойцы ВМС. Речь идет о десятке стран и о сотне этих военнослужащих, которые обучаются сейчас нести службу на иностранных кораблях. Те же самые минные охотники, фандауны и некоторые другие единицы. Мы сейчас уже, фактически, есть подготовленные экипажи, и, соответственно, у нас на вооружении стоят иностранные дроны, такие как «Ремус», например, и, кстати, военно-морские силы первыми в военном взлете. В вооруженных силах Украины получили вертолеты сети, например, и уже мы на них работаем достаточно давно. Россияне также пытались наступать на угледар. Об этом сообщил президент Украины по итогам селекторного совещания. Украинские воины отбили штурм захватчиков, противник понес тяжелые потери. Уничтожены десятки единиц техники, множество убитых и раненых. Всего за прошедшие сутки на передовой произошло 38 боевых столкновений с россиянами. В частности, силы специальных операций ВСУ ликвидировали новейший российский мобильный автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-2». А на Копинском направлении украинские бойцы воздушной разведки обнаружили и уничтожили российский автоматический миномет. Общие же потери российской армии с 24 февраля прошлого года уже превысили 302 тысячи человек. За сутки были уничтожены 930 военных, 18 танков, 42 артиллерийские системы и 43 боевые бронированные машины и десятки другой техники россиян. 29 специализированных отделений, где можно восстановиться после тяжелых ранений, открыли в Днепропетровской области. Они работают при больницах. Помощь пациентам, которые нуждаются в реабилитации, оказывают мультидисциплинарные команды. Это психологи, реабилитологи, физиотерапевты и терапевты. Они изучают историю каждого пациента, составляют индивидуальный план их восстановления, учат заново ходить, разговаривать, общаться и обслуживать себя в быту. Наталья Гусак побывала в одном из реабилитационных отделений. Разнообразные занятия с реабилитологами и по четыре тренировки в день. Такой ежедневный распорядок у Дениса. Защищать Украину от российских оккупантов он отправился с первых дней полномасштабного вторжения. Был на Донецком и Запорожском направлениях, пока не получил тяжёлое ранение. Медикам пришлось ампутировать мужчине ногу. Каждый день проходят занятия, тренировки. Разрабатываем ногу, руку. Всё, что было ранено, всё разрабатываем. Денис говорит, в ближайшее время хочет пройти протезирование и начать заниматься спортом. Для этого сейчас делает то, что зависит только от него. Тренируется по максимуму. Благодаря этому возвращают чувствительность ноги и раненые руки. Ежедневно на различные занятия приходит ещё один Денис. Ему также после ранения ампутировали ногу. Лечение проходил в Киеве, а на реабилитацию приехал в Днепро. Реабилитологи всегда поддерживают. Говорят, что молодец. Всё делается через силу. Не хочу, но надо себя ставить. Не впадать в панику. Подготовить человека к жизни после тяжёлого ранения – задача реабилитологов. Достигают её разными методами. Говорят, залог успеха, активность и непосредственное участие пациента во всех процессах. Главное, уверяют медики, ставить небольшие цели и постепенно достигать их. Например, через три дня пациент при помощи супервизии пересядет на прикроватный туалет. Или через пять дней пациент под присмотром сможет одеть верхнюю часть тела. Или через десять дней пациент сможет одеть верхнюю часть тела, нижнюю часть тела, встать с кровати, дойти до туалета, там помыться, сделать гигиенические процедуры. И дальше может быть цель – выйти на кухню, приготовить две чашки чая. Такие реабилитационные отделения работают уже в 29 больницах Днепропетровской области. После ранений в них можно получить помощь различных специалистов. Это врачи физической и реабилитационной медицины, которые контролируют состояние здоровья пациента. Физиотерапевты, которые восстанавливают функции пациента. Эрготерапевты, которые возвращают возможность самообслуживания и вообще человека к жизни. Психологи, логопеды. И все эти люди решают один вопрос – как помочь пациенту вернуться к той деятельности, которая была раньше. Иногда это гражданская профессия, иногда кто-то хочет вернуться на службу. Тогда мы понимаем, какие нагрузки надо давать. Уже спустя две недели активной реабилитации пациенты получают хорошие результаты. Но понимают, продолжать тренировки им необходимо и после завершения курса восстановления. Война в Украине продолжается, но международные эксперты уже могут подсчитать, во сколько обойдется восстановление нашего государства по оценкам Всемирного банка. Общая сумма, в которой нуждается Украина для восстановления после нанесенных России разрушений, составляет 400 миллиардов долларов. На первоочередное восстановление в этом году правительство предусмотрело в государственном бюджете 3,3 миллиарда долларов. Еще на 4,3 миллиарда международные партнеры предоставили гарантии. Для эффективного использования финансов и исключения коррупционных составляющих, Министерство развития общин, территории и инфраструктуры совместно с антикоррупционной инициативой ЕС в Украине разрабатывают программу финансирования и восстановления Украины, усовершенствования на основе прозрачности, подотчетности и добродетели. Цифровизация проекта всего процесса, позволяющего обеспечить ту же прозрачность и подотчетность. Второе – возможность для общин подавать непосредственно свои проекты для финансирования восстановления. До этого такой возможности не существовало. Это была важная инициатива, которую мы сформировали в Министерстве при поддержке общественности, что дало возможность выйти на прямое финансирование восстановления. И третье – приобретение – это применение независимой методологии и приоритизации. Сейчас активно идет процесс компенсационного механизма. Он касается того, что сейчас все граждане, имеющие поврежденное или разрушенное жилье, начинают активно получать от государства по новому созданному механизму компенсацию за разрушенное жилье. Мы создали государственный реестр поврежденного и разрушенного имущества. На сегодня это единый государственный реестр, где содержится вся верифицированная информация по всем повреждениям. Будь в курсе всего, что происходит в Украине и в мире, для того, чтобы делать правильные выводы из информации, вы можете как благодаря прямому эфиру телеканала, так и информации, которую вы можете найти в нашем телеграм-канале. Freedom – страница обновляется оперативно, поэтому вы не пропустите важных событий. Там же вы сможете увидеть наши самые яркие интервью с нашими экспертами, анализ событий в Украине и в мире. Подписывайтесь прямо сейчас, благодаря QR-коду, который вы видите на вашем экране. Ну а на этом мы ставим три точки в обзоре событий, актуальных дня сегодняшнего в программе «Наше время». И далее время для анализа этих событий нашими коллегами канала Freedom. Оставайтесь с нами. Спасибо вам за доверие. Продолжение следует...